Живопись входит в топ-3, скажем так, коллекционирования, притом всех времен, всех народов. Товар растет, если ты его не продаешь, в него входит, вот я прямо описываю, монеты, марки, предметы искусства, мебель, винтажная одежда, классические машины, вино и самое большое это искусство. То есть как инструмент инвестирования, сохранения денег, да? Потом как инструмент вдохновения, развития своей личности. Привет, друзья! Я в необычном месте снимаю для вас это видео. Наверняка вы замечали у меня на канале интервью с Константином Шаповаловым. Я случайно попал на его YouTube-канал, меня очень зацепила эта тема. И я подписался на канал и даже приглашал его к себе в эфир. И сегодня так сложилось, что я приехал в гости к нему, в студию, там, где он пишет свои видео. И предлагаю вам посмотреть небольшое интервью. Здравствуйте, Константин! Очень рад вас видеть и познакомиться живьём. Вот так вот. Хотел сегодня с вами поразмышлять на тему искусства, на тему живописи. И вот подготовил небольшие вопросы. Да? Да, пожалуйста, не проблема. Почему, собственно, меня это привлекло? Это что-то новое и, мне кажется, очень перспективное, и оно развивает. Вот как вы думаете, что даёт живопись в целом для современного человека, молодёжи, который может посмотреть этот ролик? Ну, живопись входит в топ-3, скажем так, коллекционирования. Притом всех времён, всех народов. Вот. И, ну, если брать даже современный политикум наш, ну, если берём Украину, хотя не только можно Украину, практически большинство из серьёзных политиков имеют какую-то коллекцию у себя дома. Чаще всего это живопись, затем идут ордена, медали, потом идёт холодное оружие, потом идёт нумизматика, коллекционирование монет и так далее. Вот. Но живопись всегда была топовым. То есть первым номером в топе она очень яркая, она, эта картина могут быть большие. То есть это как инструмент, правильно, как инструмент накопления и сбережения, то есть используется, да? Конечно. А живопись очень хорошо развивает человека как личность, потому что он рассматривает, он может иметь эту картину дома, в своей спальне, скажем так, каждый день просыпаться на неё, смотреть, рассматривать. Ведь художник, который написал её, он гений может быть, он может быть уникальным, и он вложил туда своё мастерство. И человек, который смотрит в музее картину за несколько секунд, он там ничего не увидит. Картину надо рассматривать иногда несколько лет даже, даже лет. То есть ты каждый раз, скажем, просыпаешься, и у тебя топовая картина висит перед тобой на твоей стене в комнате, и ты всё время что-то увидишь там. Что-то новое, да? Что-то новое, видишь какие-то моменты, какие-то нюансы, что хотел художник передать. То есть это просто книга, книга глубокая, большая, которую можно читать каждый день. То есть это так просто в одном интервью. Я не смогу это объяснить. То есть, например, как инструмент инвестирования, сохранения денег, да? Да. Потом как инструмент вдохновения, развития. Развитие своей личности. Развитие своей личности. То есть это культура, это уровень интеллектуальный человека, потому что он растёт. Чем больше он видит в картине, чем больше он может анализировать то, о чём он может прочесть про этого художника. Его историю, как он вообще писал картины, не обязательно вот эту, которая у него есть, а вообще историю этого художника. Конечно, это всё интересно очень, это приобщает, его развивает. Это, ну, в общем-то, это очень позитивный момент. Из каждого своя школа, получается. Каждый художник по-своему. Кажется, про Сидорока мы рассказывали, что у него свой стиль, который он там придумал, который не базируется на определённых каких-то моментах, да? Да, да, да. Вот, ну, как бы ещё, что я хочу сказать, что живопись, скажем, коллекционирование живописи, она долговечна очень. То есть могут сохраняться картины много веков. Вот, допустим, в музеях сейчас в Европе, да, есть картины, которые средних веков, которые по 500, по 600. Леонардо да Винчи тоже картины. Леонардо да Винчи, да, то есть это может быть 800 лет и так далее. То есть эти работы, эта коллекция, она может передаваться детям, внукам. Это будет развивать всех. Ага, то есть оставить какой-то след, скажем так, для нас. Конечно. При том, вот, допустим, если мы берём просто, мы потратили 100 долларов и купили себе зимние сапоги, скажем, да, или жене купили. Ну, я не знаю, женские, наверное, за 100 долларов не купишь. Ну, можно. Ну, пройдёт сезон, пройдёт два, их надо просто выбросить будет. А плюс ещё мода меняется. То, скажем, с коллекционированием живописи, если мы будем говорить только о живописи пока, то со временем картина только дорожает. Ну, скажем, вот мои картины висящие, вот слева от нас висит картина, она не попадёт в кадр, она 2009 года, ей уже 11 лет. То есть картине 10 лет она уже дорожает от 30 до 50 процентов. Всего лишь 10 лет. А если ей будет 40 лет, а 50 лет, а 100 лет? То есть понимаете диамику, да? То есть это не просто даже сохранить свои деньги, а это, наверное, банк даже ни один не даст такие проценты. Вот такой вопрос про картину как раз вот. Как-то можно визуально, вот если человек недавно в этой теме, понимать сложность работы, то есть там детализация, на что вот стоит обращать, в первую очередь? Ну, если человек хочет какую-то купить картину себе в коллекцию, посложнее или поинтереснее, на что обращать, в первую очередь, внимание? Ну, для коллекционирования живописи, прежде всего, нужно выбрать для себя сегмент, то есть что я хочу коллекционировать. Если это современные художники, это один сегмент. Если это художники, скажем, советского периода, так называемый соцарт, это другой сегмент. Если это художники «Серебряный век», нашей отечественной живописи, это третий сегмент. Если это художники XIX век, это… и так далее. То есть нужно для себя выбрать, потому что коллекционировать всё беспорядочно и без каких-либо правил и понимания – это неправильно. Коллекция не будет иметь, ну, не будет иметь, так сказать, не только завершённости, но вообще ценности. Ну, когда коллекционирует, это как раз систематизация по какому-то своему критерию, который вам нравится. Поэтому сперва нужно выбрать для себя сегмент. Какой у вас сегмент? Соцарт. Что такое соцарт? Расшифруйте для тех, кто не знает. Соцарт – это художники, притом у меня соцарт украинский, чаще всего украинский. То есть это украинские художники советского периода. Советский период начался с 1917 года и продлился до 1991. Вот все художники, которые писали в это время, и работы, датированные этим временем, являются работами или соцарт, или соцреализм. Ну, соцреализм – это всё то, что на живописи показывают советскую действительность. Стройки, свадьбы советские, трактора, поля, сейлки, комбайны. Вот такое вот. А элемент пропаганды там тоже мог быть? Может быть, да, конечно. Это соцреализм. Или там, допустим, все работы про известных вождей революции, там Свердлов, Ленин, Дзержинский и так далее, и так далее. Это всё будет соцреализм. И сзади у нас, справа от вас, тоже? Это соцреализм. Соцреализм. Даже не соцарт, а соцреализм. Потому что здесь эта работа Зинаиды Зацепиной, она 1969 года, ей уже больше 50 лет. Ну, 51. И здесь Киев строится, называется работа. То есть это, я так понимаю, что это Дарница. Строится Дарница, 1969 год, это приблизительно то время, когда Дарница расстраивалась. Это один из районов Киева, это Левый берег. И, конечно же, здесь запечатлена советская реальность, скажем так. Поэтому это соцреализм. Чем цена? Как понять эту картину? Вот насколько она там глубина? На что смотреть? Нужно понимать, что художница в данном случае взяла вот этот мотив. Она была в определённом месте. Она писала это всё с натуры. То есть писала где-то на каком-то, скажем там, пригорке остановилась. То есть это штучный товар, второй такой работы нет. Нет у тиража в две тысячи, три тысячи и так далее, и так далее. Конечно же, штучный товар, он всегда в цене. То есть вот такой картины с таким ракурсом, возможно, нет у него одного художника. То есть это индивидуальность, это её проявление. Но у неё могут быть такие работы с какими-то похожими? Могут быть, да. Но опять же, это штучный товар. Ну, может быть, две-три работы похожи. Поэтому, конечно же, эта работа, тем более, что она выполнена вот в таком... В моменте времени. Ценится, что она запечатлела в какой-то момент времени конкретной локации, да? Да, Киев строится. Так называется. Называется работная. Здорово. Киев строится. 69-й год, вот её здесь подпись. С той стороны там написано название работы, можно его показать. Вот здесь вот Киев строится, город строится. Но это Киев. Зинаида Зацепина, 69-й год. У неё рейтинг какой-то есть? 4-й год. 4-й В, у неё рейтинг международный. Это высокий рейтинг. Сейчас 10 категорий. И, как я уже говорил, первая, вторая, третья нет в живых. То есть с четвёртой начинаются, в общем-то, живые художники. Ну, Зинаида Зацепина тоже нет уже в живых. Но среди живущих художников, в общем-то, четвёрка – это самый высокий, потому что те все, которые имели больший рейтинг, их уже нет. Их нет в живых. Но картины их остаются, работы их остаются. Они где-то двигаются из коллекции в коллекцию. Они есть в музеях по всем музеям Украины и так далее, и так далее. Если мы говорим о украинских художниках. Ну, вот такая вот работа Зинаида Зацепина. Да, то есть мы видим период, видим техника, как она может назвать эту технику, что это… Это масло, это импрессионизм. Мы видим какой закат вечер, какой здесь такой вот очень яркий, очень красивый, красиво написанная работа. Как отличить дешёвую картину от дорогой? Вот мы видим, ведь можно поставить точно такую же картину и не понимать. Как тут понять, которая стоит 500 долларов и стоит 100 долларов или 10 долларов? Как тут понять? Ну, прежде всего, нужно понимать, что дешёвые работы… Ну, играет чаще всего это имя художника. Плюс его мастерство, понятно. Но имя художника всё равно будет на первом месте. Опыт, сколько он учился, и опыт, сколько он написал, сколько он учился, у кого учился, да? Имя художника влияет на имя художника, где, в каких музеях его работы есть – раз. На каких аукционах продавались его картины – два. По каким ценам – три. У каких известных людей, известных политиков, учёных, артистов есть его работы – четыре. Продавался ли он или экспонировался ли он за границей – пять. И на каких международных аукционах, и по чём он продавался – шесть. Вот эти критерии будут. Если мы выходим на улицу и смотрим, там, где какой-то дедушка продаёт какие-то работы на улице, прямо возле метро. Понятно же, что эти работы будут дешёвые, скорее всего. Потому что, ну, кто художник? Ну, Иванов, Сидоров, Петров. Ну, как бы, где он, есть его работы, в каких музеях? Ну, нигде нет. У каких известных людей есть в коллекциях его работы? Ну, ни у кого дома у него есть, и у мамы, и у папы есть. Ну, как бы, вот это всё, ну, нужно это понимать. Вот, конечно же, Зинаида Зацепина, она экспонировалась. Её работы есть во многих музеях Украины. Она, её работы были на таких аукционах, в самых крупных украинских аукционах, как Корнерс, как Золотое сечение, как Эпоха, Тукат. Там её работы продавались от полторы тысячи долларов до трёх, четырёх, пяти тысяч долларов. Ну, мы сразу понимаем, что вот, понятно, что сейчас, да, сейчас на живопись упала цена. Вот, и такая небольшая работа, она может стоить, ну, не тысячи долларов, скажем так, а сотни долларов, такая небольшая работа. Но она не будет стоить... Ну, например, вот эта работа, сколько может стоить? Сколько она стоит, если она... Ну, если бы я её продавал, я не сильно гонюсь за большими ценами, где-то 300-400 долларов я бы её продавал. Но, в принципе, она может стоить и дороже. Вот, в лучшие времена, лучшие времена это 10-11, 8-9, 10-11, 12-й года, 2000, эта работа могла стоить и тысячу, и тысячу, и больше. Она небольших размеров. Если бы эта работа была в три раза больше, она бы стоила 3-4-5 тысяч долларов в те времена. Цена еще формируется, насколько большая картина? Конечно, конечно. Вот размеры, безусловно. Вот размеры работы тоже. Они пишутся дольше времени, больше красок, больше ресурсов, требуются... Ну, в любом случае, вы имеете дорогую вещь маленькую или вы имеете дорогую вещь большую. То есть, понятно, что это вот как и золото. Вы имеете 5 граммов золота или вы имеете 50 граммов золота? Ну, вот можно так тоже оценивать, работа маленькая или работа метровая. Ну, конечно, метровая будет дороже, она ценнее и так далее, и так далее. Поэтому нужно определиться с тем сегментом, в котором человек хочет двигаться как коллекционер. Если он выбрал себе соцарт, значит, он берет работы советского периода. Опять же, художники советского периода, их тысячи. Есть, скажем, 50 художников, которые входят в топовые художники. Топ-10 вы сможете сейчас по памяти назвать? Да, конечно. Ну, если соцарт. Украинский. Да, украинский. Ну, прежде всего, это Татьяна Яблонская. Рейтинг 2. 2А, по-моему. Татьяна Яблонская. Это Николай Глушенко. Ну, там рейтинг 4, но он занижен ему искусственно. Это наши топы, конечно же. Ну, в данном случае я хотел бы еще затронуть, если брать десятку. Все-таки я бы хотел включить несколько художников царского периода. Это Сергей Васильковский, это Петр Левченко, это Святославский, это Пимоненко и это Александр Мурашко. Ну, возьмем Петрович. Хорошо. Ну, потому что это, ну, топы. Они просто самые лучшие в наших украинских музеях, если брать украинских художников. Самые лучшие их работы, их художники считаются. Они самые-самые. Ну, Берем. Ну, Левченко, можно тоже Тараса Григорьевича сюда отнести. Вот. Если берем, не берем этих вот в эту десятку, мы их не включаем, они просто стоят особняком. Особняком. Вот. Потому что их работы даже сейчас, маленький, в Арсельковский, вот, ну, вот таких вот размеров, будет стоить на Виолити 12-15 тысяч долларов. Вот такой маленький. Ну, понимаем, да, даже сегодня, когда, в общем-то, цены упали на живопись. Вот. Если мы берем украинских художников топовых советского периода, десятку, то это Татьяна Яблонская, это Николай Глушенко, это Петр Столяренко, это Федор Захаров, это Валентина Цветкова, это Василий Непойпыева, ну, вот даже шестерка. Ну, дальше уже идут те, которые, ну, это первый ряд, даже не десятку беру, вот шесть человек, все остальные, их там 44, если брать 50, они все будут в одинаковом, ну, одинаково. То есть, Севастьянов, там, допустим, Коганшац, Максим, да, Матфей Коганшац, там будут, допустим, там, та же Зинаида Зацепина, Виктор Сидорук, Владимир Сидорук, то есть они уже все приблизительно на одном уровне, их где-то около 40-40 с чем-то. Но вот эта шестерка, они это первый ряд, они выше всех. Ну, вот, вот как бы так.